Я так хотела шоколадки, но мама отказалась мне ее покупать. Сказала, что мне там все скоро слипнется. Вот когда я стану мамой, я буду разрешить все своему ребенку, что она захочет. А я наоборот, буду строгой мамой. Воспитание превыше всего. Нет, надо быть добрым. Ну нет же, надо быть строгим. Я знаю, как решить нашу с тобой ситуацию. Идем за мной. Соня, ты согласна с высказыванием «Моя семья – моя крепость»? Согласна. Передача «Дети в городе» находится на пятом форуме «Мудрый родитель. Счастливый ребенок». Сегодня в этом месте собралось большое количество взрослых и детей. Ищут для того, чтобы сделать свою семью счастливее и крепче. В рамках форума родители смогли найти ответы на волнующие их вопросы. Пообщаться с ведущими украинскими педиатрами, психологами и педагогами. Воспитательная программа ожидала не только родителей, но и детей. Увлекательные мастер-классы и подарки из сувениров. Посетителям форума удалось устроить фотосъемку на фотозоне. Ведь семейное фото – это круто! Форум уже пятый раз отрывает двери для жителей Харькова. Что интересного приготовим в этот раз? В этот раз у нас большая анимационная зона для малышей города Харьков. Пять огромных залов, где проходят для родителей этих малышей мастер-классы от лучших иммунологов, психологов, педагогов и педиатров города Харьков. Что полезного для себя вы узнали на форуме? Не нужно воспитывать своих детей, воспитывайте себя. Дети – это наше продолжение. Они смотрят на нас, они повторяют ровно то, что мы делаем. И самое, пожалуй, главное – больше хвалить нужно ребенка своего. А сейчас викторина! Как переводится светское слово «муд»? Пишите ответы в комментариях под видео и получайте призы! Воспитывайте нас, детей, только пряником. А мы будем стараться быть послушными. Но иногда можно быть строгими. Как родителям, так и детям. Прислушивайтесь друг к другу. Потому что семья – это счастливая страна. А зря на мамочку обижалась, ведь она волнуется за мое здоровье. А шоколад подождет, ведь я его не так сильно люблю. А строгое воспитание тоже не выход, ведь главное – слушать и слышать друг друга. А наш выпуск подошел к концу. Родители, прислушивайтесь к детям. А дети, понимайте родителей. Всем пока!